Я вообще понятия не имела, как делать медиа. Скоро была тонкая, не обточенная, когда просто быть хотелось. В рваных носках ходил, потому что не было денег купить целое. Это было интервью с Галиной Родионовной Лукашенко. Нас забороняли, судили, арештовали, выгоняли, все, что хочешь было. Мы стали подписывать на газету людей, которые находились за решеткой. Это такая очень сложная игра на рынке без правил. Если мы выжили с 1991 года до 2020-2022 года, это означает, что мы выжили на заужды, мы будем жить вечно. Печатная пресса – один из наиболее уязвимых пластов независимой журналистики Беларуси. Любой стране с тоталитарным режимом легко перекрыть кислород таким изданием, забанить распространение через государственные точки продаж, выбросить из подписного каталога, запретить бизнесу давать на страницах СМИ рекламу, лишить лицензии, запретить доступ к типографиям внутри стороны или вовсе задушить судами. В общем, какую фазу в процессе производства не возьми, на газету или журнал надавить проще простого. Однако в случае с Беларусью даже суровый прессинг системы не заглушил голос свободы, хотя условия, в которых существовали СМИ, были максимально депрессивными. Мы играли как раз на рынке, который не был для нас рынком и в котором не было правил, в котором медиа можно было сегодня выбросить из подписки, завтра выбросить из распространения в киосках без всяких объяснений. Послезавтра можно было влепить огромный штраф, а можно было просто взять и закрыть без объяснения причин на основании вынесения предупреждения Министерства информации два раза в течение года. Поэтому это такая очень сложная игра на рынке без правил. И если думать, что же нам помогало в этом без правиле выживать, то как раз наша способность и готовность быть очень гибкими, понимать, что мы играем на поле, на котором с нами могут сделать все. И поэтому нам надо быть очень гибкими, нам надо быть очень креативными, нам надо быстро придумывать, нам надо быстро реагировать. И вот это, наверное, наше главное правило, которое помогало нам выживать. Ну, я вам признаюсь, там и в рваных носках ходил, потому что не было денег купить целое. Когда приближался день печати, ну, так лихорадочно начинали обзванивать там рекламодателей, потому что кто-то там задерживал платежи, а нам надо было типографии заплатить за печатание газеты. Ну, и так немного, как бы, было волнительно, потому что и должок тогда у нас был перед типографией, и типография грозилась. Все, ребята, если вы вот не закроете этот долг, мы вас там на следующей неделе не напечатаем. Ну, и они вполне могли, так сказать, свои вот эти угрозы реализовать. Но, тем не менее, как-то обходилось, как-то мы договаривались, как-то находили деньги. Мало того, что мы были незалежные, так это же еще рабить белорусском умный сродок массовой информации в грамадстве под час русификации, когда у Лада русификает грамадство, насколько это было тяжко. Были моменты, конечно, ну, когда я был молодой, когда я еще был такой. Скоро была тонкая, необточная, когда просто быть хотелось. Уявить себе, что все уже теперь, после 20-21 года, все разумеют, что такое в уголе рабить сродки массовой информации в Беларуси. А наша рива, она была у такой ситуации, она же была не только от 20-го года. И она была у такой ситуации от початку. Мы весь час нас забороняли, судили, арештовывали, выгоняли, все, что хочешь было. Для нас николи не было просто. Удивительно, но вопреки ограничениям, независимые СМИ привносили инновации на весь внутренний рынок. Более того, даже адаптировали европейские тренды, хотя подобного опыта в прошлом не имели и близко. Я вообще понятия не имела, как делать медиа. И когда такая задача стала, то я тупо ходила в библиотеки, смотрела, как делаются газеты, пыталась понять, пыталась что-то систематизировать. То есть смысл, мы были не зациклены, мы были очень открыты учиться. Комсомолка сама училась у британцев, и у нее была очень хорошая система передачи опыта. У нас были обзоры, которые делали редакторы всех региональных укладок. Мы встречались раз в году на совещании, мы читали рецензии друг на друга. Каждая редакция что-то находила, делилась с остальными. То есть у нас был очень крутой опыт передачи этого самого опыта. Нас учили медиа-менеджменту. А это как раз то, что дало нам невероятное конкурентное преимущество, потому что на беларуском независимом рынке тогда всех учили журналистике, но никому медиа-менеджменту. Нашу ниву, например, связывают с тем, что мы первые в Беларуси увяли, все родные СМИ первые увяли при вол. И это нас уратовало в 2020 году, когда паскуды стали душить, душить выдание. Креативность печатных СМИ проявлялась и в работе с аудиторией. Ведь в отличие от государственных конкурентов, независимым изданиям никто подписку не гарантировал. И лишь за счет изобретательности в подходах к темам, их реализации, газеты и журналы вне системы могли отвоевать своего читателя. У каждого рецепт успеха в этом деле был свой. Мы боролись за нашу аудиторию, мы старались иметь с ней связь, отвечать на ее запросы, быть для нее интересными и так далее. А госиздания проигрывали, потому что они все равно получали дотации, им не нужно было бы стараться. Они и так от их получали. Мы в своей работе видели свою миссию не только в том, чтобы доставлять информацию нашим читателям, рассказывать им о том, что происходит в стране, в мире, в регионе, в городе нашем. И работали в таком социальном направлении. То есть мы старались быть ближе к нашей читательской аудитории именно в такой обычной непосредственной жизни. Мы работали и по 8, и по 10, и по 12 часов в сутки, если надо было. Это первое. Второе, конечно же, создание коллектива единомышленников. Потому что у нас в коллективе не приживались люди, которые, ну, скажем так, приходили только ради того, что в надежде получить какие-то деньги или, может быть, там какое-то имя, какую-то известность. У выпадку нашей Нилы важным, самым важным, что сделали, это сделали не я, и не мое поколение. Это сделали наши попередники, еще команда Сергея Дубалца на начале 90-х. Когда они вернули традицию, обновили ту традицию максимум того, что было ранее. И это было колоссально. После этого учились, это оказалось вплыв, как на меди, так и на читателя. И для меня завсюду было вельми важно, как у весь час у нас у него приходили новые и новые поколения. Как были эти люди, которые со мной, как меня с теми, кто был до меня с Дубалцом, с Янком Купалом, с Луцкевичем, я знала идеи, принципы, мары, супольные, мы марили про тое самое, а ли в тот же час, как бы они были новые, потому что они по-иншему спрямают свет. История независимых печатных СМИ это переплетение побед и поражений. Казалось бы, избитая банальность, но воспринимаешь ее таковой лишь при взгляде со стороны. Изнутри взаимосвязь намного тоньше и драматичнее. Ведь за каждым резонансным материалом от государства следовала обратка. Хотя зачастую журналистская работа требовала поощрения, а не кары. Это было интервью, которое мы сделали тогда, когда уже до этого героя добраться было невозможно. В 2000-х годах, точно не помню. Это было интервью с Галиной Родионовной Лукашенко. Само интервью было очень пронзительное. Это был рассказ по истории о женщине, которая живет в маленьком поселке, которая живет за высоким забором с охраной, которая ходит через площадь на работу, где ее все знают и говорят, «Здравствуйте, Галина Родионовна, она пользуется уважением. Но этой женщины нет личной жизни». Такое было очень пронзительное интервью. Реакция была разная. Было, что даже из своего лагеря независимых медиа мы получили упреки, нашли с кем говорить. Но на самом деле, я считаю, это были совершенно несправедливые упреки, потому что это было очень честное интервью про очень несчастную женскую судьбу. А тираж мы допечатывали. Нас пытались украсть из типографии цифровые медиа, чтобы напечатать первыми, с которыми мы ссорились. Не буду сейчас называть героев. Но, в общем, это была бомба. В 2020 году, я считаю, сделали все, что могли для поддержки тех людей, которые очутились за решеткой. Мы сами начали писать им письма. Туда, за решетку, в те места, где их держали. Нам начали приходить ответы оттуда. И мы в газете назвали эту рубрику «Письма из таких мест». Мы стали подписывать на газету людей, которые находились за решеткой. Тогда не принимали в передачах. Газеты практически всегда изымали из передачи. И нельзя было газету передавать. Но, поскольку почта государственное предприятие в Беларуси, я так понимаю, это сыграло роль. Вот мы за последние месяцы 2020 года, пока мы еще выпускали бумажную версию, мы подписали порядка 90... Ну, у нас было порядка 90 подписок. И в эти подписки входили и Маша Колесникова, и Максим Знак, и Николай Станкевич, и Сергей Петрухин, Кабанов. Ну, в общем, многие. Игорь Лосик. Плюс еще мы сами писали, наши журналисты писали письма им, приходили ответы нам на эти письма, и мы эти ответы публиковали в газете. Изощренная мстительность со стороны государства не только била под традиционным рабочим укладом изданий, но и ускоряла выгорание сотрудников, особенно тех, на кого выпадала нагрузка как по сохранению СМИ, так и по защите коллег. Доходило до того, что мысли бросить все посещали даже самых стойких людей в профессии. Это было летом, на початку липеня 2020 года. Я не только принял решение, но я даже начал говорить уже ну, трошки с теми людьми, до каких думал перейти. А ли посля здарился жнивень, ну, куды ты будешь заходить, кали такое поишло. Здрада была в системе. Я ушла из газеты, проработав в ней 12 лет. Это был 2006 год, после выборов, когда, ну, все было тяжело, когда были постоянные судебные иски, по которым мы выплачивали огромные деньги. Эти иски рождались на пустом месте, но такой вишенкой на торте, когда я уже поняла, что я с этим больше жить не смогу, стал иск против меня и газеты на полмиллиона долларов. Этот иск не был возможности выплатить никакой, даже самой мощной газете, ни мне, естественно, тоже. И вот это был момент, когда я сказала, все, я больше не могу, я понимаю, что это уже вопрос выживания и газеты, и меня, и я должна уйти. Судился со мной из газеты «Шпилевский» глава таможенного комитета на тот момент, а предмет суда был очень смешной. В газете была такая рубрика «Победа и поражение недели», очень короткая, с цитатами победителей или тех, кто проиграл. У Шпилевского, который глава таможенного комитета, был совершеннейший тезка, который был менеджером футболиста Александра Глеба. И махонький сюжетик касался победы Александра Глеба, и это была цитата про эту победу менеджера Александра Глеба, который тоже оказался, к сожалению, Шпилевским. Все было подготовлено, у газеты была «Ночная верстка», и «Ответ сек», ну, он сделал ошибку. Он не, когда вводил в поиск, искал фотографии, он не ввел полный запрос, что это глава таможенного комитета, а ввел только имя. И ему выпало, вместо фотографии Шпилевского, который продюсер, Александра Глеба, Шпилевского, который глава таможенного комитета. Ну, и это не был человек, который просвещен, он не узнал, и, в общем, вышло фото главы таможенного комитета с совершенно безобидной цитатой про победу Александра Глеба. Конечно, мы тут же извинились в следующем номере на этом же месте. Конечно, я добыла сотовый телефон Шпилевского и позвонила с извинениями, но это не играло никакой роли, потому что нужен был повод, и этот повод нашелся. Вот такая ошибка могла стоить в газете полмиллиона долларов. Насколько я знаю, в истории белорусских независимых медиа это была угроза самого большого штрафа. Это был момент, когда я поняла, что я уже дальше не смогу. Развитие интернета также осложняло жизнь независимым в печатной медиа. Ведь переход в цифровую реальность давался тяжело не только по техническим причинам, но и в силу вынужденной корректировки философии. Профессор Марьярти для белорусских независимых СМИ это капитализм, материализм, это гроши. На жаль, я имею в виду, я не рынковую экономику, как такую, а я имею в виду, это постсоветский капитализм, это погоню перебольшанную, бездумную погоню за грошима, за наживой, калі все іншое дыходит на інш план. Калі мы возьмем белорусскую, не только белорусскую, любую, культуру, свет, то самая важная реча, які були зроблены людьми, самая великая реча, які були зроблены людьми, Каліновскі, Янка Купала, Марк Шагал, Дроздович, Мертвым не боліць Быкова і тая самая нашаніва, це було не про гроши. Для того, щоб медиа розвивались, важна учить не тільки журналістів, журналісті, жанрам і качастному письму, а важна учить ще, і важна, щоб у нас був свій клас медиа-менеджерів. Відомі це було однім із важніших конкурентних преимуществ, котре було у нас в то время, в 90-е годи на ринке, котре позволило нам хорошо, быстро розвиваться. медиа-менеджерів, це доверяли. Даже комсомолка на протяжении десятилетий была непререкаемым авторитетом для людей старшего поколения. А потому публикации газеты в августе 20-го открыли информацию о бесчинствах силовиков не только среднестатистическим белорусам, но их родителям, дедушкам, бабушкам. С тема Лукашенко простить такого не могла, а потому независимые СМИ ждала незавидная участь. В подавляющем большинстве случаев изданием ничего не оставалось, как выезжать за рубеж и продолжать работу в интернет-формате. Процесс оказался болезненным и сложным, однако СМИ, даже уходя в сеть, принципиально не изменяли себе. И, как показывает практика, выиграли войну с настоящим, завоевав право на куда более радостное будущее. Мы выжили. Уже само тое, что мы выжили в этот суд, в этих умовах, в которых мы были, мы выжили, мы сделали себе лучшими и сделали эту краину лучшую. И когда мы выжили с 1991 года до 2020-2022 года, это означает, что мы выжили на завжды. И мы будем жить вечно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова